Первый раз я его увидела 14 августа в 2017 году, потому что я к следователю обращалась, обращалась, чтобы мне свидание как бы разрешили. Письмо отсюда, как бы в Крым, оно пришло мне обратно, типа отказ крымской стороны, оно вообще как бы, крымская сторона отказала его даже принимать. Как бы потом уже, как Захтаев вот пошел, подписал вот это соглашение, тогда мне Голышев разрешил как бы приехать 14 числа. Я поехала, я его увидела первый раз за год, да. Ну и еще раз, вот 7 декабря я ездила в Крым опять, потому что Крым ехать мне трачу почти неделю, а дочку оставлять как поездом туда-обратно и приезжаю там переночевать и как бы вот с ним встретиться и обратно на второй день и сутку ехать, ну почти 6 дней я трачу. Просто еду как бы все время, как бы мне это так тяжело, скажем так, но видела его два раза. Ну постарела тогда, постарел, здоровья вообще никакое, потому что у него гастрит, язва, как бы со свободы еще. А там в СИЗО, короче, ну я же не могу все организовать, питание, так я же, если бы я там жила, отсюда вообще нереально что-то передавать. Вот, он с питанием там проблемы, сидит он в какой-то камере в полуподвальное помещение, потому что говорит так, ноги видно, ясно, что там сырое и холодное, все такое. Ну все болит, спина болит, все, руки немеют, потому что подвешивали на наручниках, он тоже как бы свое дает. Ну а эмоционально это, это вообще, да, это нервный, если что, вспыльчивый. Ну конечно, что сидит ни за что, как бы за чужие какие-то дела, еще сколько ему дадут, дочку видел 7 месяцев и все. Конечно, что это как бы эмоционально, это очень тяжело. Дочка уже спрашивает, папа, папа, показывай телефон, показывай фотографии, а где папа? А что мне сказать, где папа? И мы сами, как бы, Украина мне платит 820 гривен, или сколько там за ребенка, и все. Как-то так. Ну да, иногда люди помогают, но это не как бы, это просто добрые люди, скажем так. А так, чтобы кто-то помогал, кто-то интересовался нами, вообще никто. Я кругом писала, кругом обращалась, у меня целая папка этих потом отписок, скажем так, они по электронке шлют, и так, как бы по почте, что они отписались. Все мы делаем, все мы делаем для освобождения. А что делают? Не знаю. В Киев мне приехать, как бы, тоже я не могу так ездить сюда. Там вот, скажем так, все наши, вот, кто сидит, скажем так, по политическим. Там половина родственников, они же в Киеве, там могут что-то сделать, а я не могу так ездить сюда-туда.